Типа 26-го было проведено собрание, и типа вот у нас уже переходим в новую компанию. Марина рассказывает, в собрании жильцов не участвовало, как и все соседи, с кем она общалась. Был ли на самом деле протокол с подписями жильцов и вообще собрание, неизвестно. Вдобавок женщина выяснила, у новой управляющей компании тот же директор, что и у ненавистного базиса. Это при нем люди замерзали в квартирах, а дом не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Все, он сбрасывает. Из-за многочисленных жалоб и нарушений компанию «Базис» уже исключили из реестра управления всеми домами, постановил стройнадзор. Но отпускать дома, очевидно, «Базис» не хочет. На подъезде требование оплатить коммуналку, причем срочно. Вдобавок, говорит Марина, после мифического собрания жильцы якобы выбрали новую управляшку «Борей» со старым руководителем Александром Додоновым. Никто это собрание не проводил, никто не был информирован. Хотя бы заранее должно об этом были проинформированы все жильцы. Такое ощущение, что нас считают, что мы вообще безграмотные, ничего не знаем. И в каком-то селе живем, что можно так с нами поступать. Что ж, интернета у вас нет. Да, вот такое вот, ну, можно сказать, посвинское обращение. На звонки руководителю КАДа Донов нам сегодня не отвечает. А вот проблемы с «Базисом» испытывают и другие дома. Например, многоэтажка на Борисевича, 20. Жители жалуются на холод, отсутствие ремонтов, уборки, нормальной детской площадки. И уже выбрали себе новую управляющую компанию. Возникают какие-то проблемные ситуации. Мы не можем связаться с Додоновым управляющим. Он от нас прячется. Прячется. Здесь, по-моему, вообще человека два или три. Я не знаю, полный ли штат, неполный. Дворники здесь. Вообще у них очень многие поразбежались. Дворники работали, увольняются, потому что зарплату не платят. Слесаря, по-моему, сантехники. То же самое. Мы хотим перейти в суперстрой. Собрание провели. Вот, значит, собрали подписи. Но не тут-то было. На нас вышел Данила Белоусов. Молодой бизнесмен, который уже сумел сыскать не самую приятную славу в сфере ЖКХ. Скупка управляющих, в их числе, кстати, иборей. Банкротство, уголовное дело. Его подозревают в присвоении более 10 миллионов рублей из денег жителей. От дел в тот год он отошел. Руководить фирмами стал тот самый Додонов. Сегодня по телефону Данила Белоусов заявил, по-хорошему отпустит дома только в близкую ему же управляшку. Мы готовы передавать именно документацию по переходу дома вот именно в одну компанию, УК-платформа. Остальные как бы в судебном порядке мы будем с ними как-то взаимодействовать. В Стройнадзоре подчеркивают, таких полномочий у него нет. И выбрать, конечно, можно любую компанию. А если на жильцов будут оказывать давление, их просят обращаться в службу. В настоящее время службой подготовлены материалы для направления в лицензионную комиссию мотивированного представления для принятия решения об обращении в суд именно с заявлением об аннулировании лицензии управляющей компанией Базис. Эксперту в сфере ЖКХ Роману Казакову такие фирмы Додонова и Белоусова тоже хорошо знакомы. В данном случае управляющая компания Платформа относится к той же самой группе компаний, к той же самой группе лиц, которые уже на протяжении нескольких лет терроризируют жителей города, подделывают документы. По фактам этой подделки возбуждены уголовные дела. И с этими управляющими компаниями, и с этими людьми дело иметь ни в коем случае не следует. Эпизод с фальшивым якобы протоколом собрания в доме на Борисовиче-21 Стройнадзор тоже взял на контроль. В ведомстве заявили, если на дом зайдет Борей с тем же директором, проверки прокуратуры им не избежать. Алена Крашенинникова, Дмитрий Кочетков, Новости Прима.